Уважаемые участники второго саммита России и Африки, приветствую вас. Я являюсь руководителем зарубежной геологии, но сегодня я представляю весь российский государственный геологический холдинг Росгеология. Росгеология выполняет полный комплекс георазведочных работ на нефть, газ, на различные твердые полезные ископаемые, а также на подземные водные ресурсы. Основным оператором зарубежных проектов является компания «Зарубеж Геология». За 50 лет работы на территории Африки были выполнены георазведочные работы почти в 26 странах. Так, буквально в 2020-2021 году мы выполнили георазведочные работы в транзитной зоне и контентальной части на территории Экатериальной Гвинеи. Сейчас мы выполняем работы по прогнозу металлогеническому кортированию на территории Северного Судана. Буквально вчера мы определились с техническими требованиями, с техническим объемом работ, которые будут выполняться на территории Южного Судана. И вот сегодня мы уже с коллегами из Мозамбика обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере георазведки также на территории Мозамбика. Учитывая неравномерность геологической изученности Африки, компания готова предложить различные технологии, различные виды работ. Так, перспективными направлениями развития мы смотрим и видим, это открытие и выявление новых типов и видов твердых полезных ископаемых. Это гидрогеологические и гидрологические исследования. В части углеводородов это изучение глубоких и сверхглубоких территорий. Яркий пример тому это квазикамерунский бассейн, намибийский бассейн или оранжевый, там где были сделаны в последнее время крупнейшие открытия углеводородов. Дополнительно это исследование так называемых нетрадиционных источников сланцев и увеличение геологической изученности внутриконтентальных малоизученных нефтегазовых бассейнов. Компания в настоящее время достаточно активно проходит процесс перевооружения, так руководство компании в лице Сергея Николаевича Горькова, Дмитрия Владимировича Курдюкова обеспечивает техническое, технологическое и инновационное развитие компании. Каждый кластер имеет в своем арсенале достаточно новые современные технологии. Для морских исследований, для кластера шельфа это технология эхозондирования морского дна, это телеметрические системы, это изучение транзитных зон, это возможность отобрать пробы со дна океана глубиной до 6000 метров. Для наземных работ это выполнение сейсморазведочных работ с собственным геофизическим оборудованием, новые цифровые продукты, новые модули для программного обеспечения. В качестве примера это можно представить виброисточник Русич, который превосходит все зарубежные аналоги, которые есть, который выполняет работы в любых климатических, географических условиях. Также это оборудование для работы в сложных транзитных зонах, переходы с суши, земля, это роботизированные оборудования для работы на глубине дна, а также геофизические исследования. Что касается цифровизации и технологий, связанных с программным обеспечением, то в настоящее время в холдинге проработана полная цепочка. Когда мы начинаем непосредственно от скважины, от процесса бурения, ведется геологическое сопровождение, лабораторные исследования. Цифровая платформа позволяет проконтролировать полностью весь ход благоразведочных работ, при этом сократить и время, сократить стоимость. И уже это опробированные результаты, те результаты, которые приносят эффективный коммерческий эффект. Также разрабатываются новые методики. Это поиск пропущенных продуктивных интервалов на нефть. Технологии также уже опробированы на территории Российской Федерации, масштабируются за рубежом. Технология позволяет, не вкладывая новые денежные средства, инвестиции в бурение скважин, уже использовать те геофизические данные и выполнять задачи по увеличению минеральной сырьевой базы, увеличению коэффициента извлечения нефти как на действующем, так и на законсервированном фонде. Один уделяется внимание развитию беспилотных авиационных систем. Это дроны для выполнения магнитометрических исследований. Дополнительно это беспилотные авиационные системы уже вертолетного типа, которые позволяют выполнять работы в сложных географических условиях. При этом работы выполняются в достаточно короткое время, получается качественный результат. Отдельно развитие возможно изучение морского дна, канитального шельфа на твердые полезные ископаемые. Холдинг обладает научно-исследовательскими судами, позволяющими выполнять полный комплекс работ. При этом отбираются и пробы, и проводятся технологические изучения для возможного уже извлечения твердых полезных ископаемых со дна океана. И подытожив свой доклад, все-таки те возможности, технологии, методики, которые есть у Холдинг, что они могли бы принести странам Африки. В первую очередь это вопросы обеспечения водой засушливых регионов. Все-таки Африка испытывает нехватку водных ресурсов, и это как для городских, так и для сельских регионов. Второе направление это обеспечение удобрением для развития сельского хозяйства. Это и калийные соли, это и фосфаты. Третье это изучение и развитие минерально-серевой базы строительных минеральных ресурсов для развития строительного комплекса. Отдельно это создание центров, которые позволят развивать необходимые для дальнейшего технологического развития минералы, как редкий литий, редкоземельные, редкие элементы. Но и отдельно, конечно, это новые типы геологических объектов. В первую очередь это мы рассматриваем так называемые древние погребенные или перекрытые прибережно-морские россыпи и более молодые уже шельфовые россыпи, это на золото, благородные, драгоценные, либо алмазы. Поэтому холдинг всегда открыт для диалога, всегда открыт с предложениями. Ну и яркий пример, конечно, те переговоры, которые мы сейчас проводим на форуме. И спасибо организаторам за возможность выступить. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok